здорово друзья рады видеть вас все на канале и судя по комментариям я понял что вас интересует тест стрелка абсолютно с каждой дд пешка которая сейчас есть в игре потому что у некоторых какая-то пешка есть у некоторых какой-то нет и каждый хочет посмотреть тест с этим стрелком именно на той пешке который он играет или планирует прокачать поэтому сегодня мы продолжим на монахи дальше будет культист барды прочее 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 я думаю каждому будет интересно посмотреть а если у меня какой-то прокачанной пешки нет то коля наверное с кайфом к нам присоединиться и покажет ту же самую банш и танцу или что-то другое поэтому под началом желаю всем приятного просмотра кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем начинать до сих пор доначишь через игру фатальная ошибка я расскажу как это делать правильно на официальном сайте my games в разделе руши реале существует различное количество товаров начиная от кристаллов пропусков заканчивая платиной для наглядности объясню что такое платье вот она у меня есть на аккаунте после того как вы покупаете платину любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги либо за платину я закупаюсь как правило платиной потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение либо что-то другое то или пропуск или что-то так за платину это удобно и бесплатным колокольчиком который можно забирать раз в сутки обязательно этим пользуйтесь также есть лимитированная акция по колокольчиком это разовые покупки которые можно забрать один раз для того чтобы совершить покупку вы выбираете любой товар например это будет 1000 платины бонусом идет 10 процентов нажимаете купить для того чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше которые проходят каждый месяц нажимаете поддержать автора вводите мое кодовое слово оле можете написать любое сообщение которое придет мне на аккаунт я его увижу после чего нажимаете сюда выбираете платформу с которой играете у меня это ios выбираете свой айди нажимаете продолжить после чего перекидывает вас на окно оплаты где вы оплачете любым удобным для вас способом запускаемся в бой ребята и я надеюсь что за первую волну получится выставиться чтобы я уже потом рассказал вам почему какие-то таланты выбрал почему именно так и никак по-другому поехали коля будет играть на такой же колоде утильщик у него такой же нет нет вот утильщики у нас разные и посмотрим как сейчас это будет смотреться за счет стрелка сразу же будем начинать потихоньку выставляться орликина у нас нет у нас нет призывателя если мы играем со стрелком то наш основной помощник это утильщик потому что благодаря утильщику мы сможем прокачать стрелка и убрать все самое ненужное вообще в принципе что есть поехали потихоньку я посоединяю вот так я нахожу сразу себе ловчего вторых монахов и второго монаха я наверное хочу поменять с первым потому что тогда больше шанс что как бы быстрее он до 7 прокачается так тыквы нам будут помогать наверное потому что это будет больше маны очевидно перемещаем и вертикаль у нас уже построена неплохо так утиля второго я нахожу это меняю меняю эти ребята нам не нужны 2 я тоже наверное скипну пробужденный то есть если вам надо был гайд как находить пробужденный пожалуйста ничего сложного просто межите все подряд и спокойно находите так отлично третьего утиля делаю сразу и третьего утиля нам будет достаточно для того что я планирую делать дальше так еще второй меч убираем его раз два все у коли там чуть-чуть пока что не получается но видимо у него есть какой-то план у нас стол уже готов с меняем стрелка начинаем кушать так два ловчих я пока не буду оставлять я ставлю 1 это сюда можно смело отдавать и поехали теперь самое основное находить монахов когда мы будем находить монахов почему я делал т3 утиля я нажимаю монап соединяю вот так нам дается дополнительный монах и куча всего к этому то есть если раньше я просто их кушал то теперь я буду прожимать монап и под монап все это дело у меня будет прокачиваться очень быстро и урона будет много за счет того что буду получать дополнительные стаки которых раньше я не получал таланты стандартные для монах на благословение таланты стрелка почти тоже стандартные но я взял призрачную связь чтобы не сильно утруждаться ну что можно было конечно менять с этим вот или этим монахом давать дополнительный буст но на это время ломался бы крест поэтому все таки больше нет чем да так нам нужен еще монах непонятные пешки качаются монап есть есть т3 основной стоит коля почти достроился низко немножко не понимаю почему он почему он строит т3 монаха не в росте возможно потом его переместит так нужно еще монахи потому что готов уже монап монах нету монахи есть поэтому нажимаем монап и начинаем дальше все поглощать 16 так у нас уже имеется т3 по глазам я в принципе не переживаю потому что они в любом случае потом найдутся мы будем все мержить коля негодует что-то у него не получается не можно найти последнего монаха чтобы переместить туда четверку отдам тыкву ничего страшного эту тыкву я не хочу отдавать просто нету короче игра не спрашивает я понял ну и монах на не дает то есть шанс на то что выпадет монах крайне мал поэтому тыку я сейвлю по-любому амулет 28 процентов хорошо все тыкву засейвили стрелок у нас стоит 5 осталось прокачать монаха потом опять же я могу сейвить когда будет лететь в т7 стрелка но до этого еще далеко так у тебя я ставлю здесь коля построил крест сейчас начнет набивать стаки качается монах наконец-то если бы он еще выпал было бы еще лучше опять т5 отлично начала работать изобилие какая-то тыква нам не нужна не на реально посмотрите ребят что-то совсем не везет на монахов только тыквы и абсолютно другие пешки так пятерку я буду сейвить меч пускай монах и того 21 стак т6 смотрится все неплохо точка роста половина уже есть есть высокий стрелок один ловчий как только монах докачается до т7 я сразу же добавлю второго ловчего в конце можно спокойно ставить третьего потому что точек на столе и ну супер хватает ничего страшного не будет пробужденный еще монах глаз 5 на пятой волне это неплохо так сейчас вирус перейдет я нажму на чтобы сразу почиститься и золотать дополнительный стак он же перейдет я же правильно понимаю или он почистится не очистим другого поэтому ну переходи сколько ждать вот как понять через какое время число количество времени она перейдет на эту пешку и перейдет ли в принципе нет она не перейдет можно жать так еще монахи не точка супер быстро качается с таким утилем вообще никаких проблем нету так это уже шестой глаз и монах нужен первый все таки нужен первый монах третий меч монаха все так же нету у нас у нас есть все кроме монаха давайте оставлю второго ловчего тем более уже докачивается у нас до т7 чел нашелся монах но нет тыквы тыква есть вирус плевать 20 секунд нам будет достаточно т7 31 стак из-за того что коля вначале не особо успевал выстроиться то конечно по стакам и перегоняем но поверьте есть еще и другая тактика игры через монаха когда ты мерзишь просто все подряд под монап делаешь быстро т7 и у тебя получается много больше стаков но я категорически отказываюсь принимать для себя эту тактику потому что я ее не понимаю мне очень тяжело она восприятие но те кто играет на монахе по этой тактике они понимают что можно бить еще куда больше стаков мы на верочку мы не рискуем кстати идет бам-бам еще 30 стрелок так вот есть монах он дойдет ли вирус а в принципе не важно давайте рисковать надо добивать все это дело потому что стаков сколько ну 70 80 не надо по-любому чтобы был хороший урон за монапы вот это выставлю фул стол и буду надеяться что темный не попадет он же не пойдет ну типа и ух кто-то ожидал другого монах это магнит для всякого говна которая есть в этой игре контур заки это другое это без разницы все что есть все что может прилететь вашего монаха поверьте оно прилетит амулет роста кстати фул теперь остается искать монаха и межить их друг с другом потому что все остальное у нас уже готово если надо докачать всех монахов дата 7 чтобы гроссмейстер не мог смержить потому что основной страх для нас это будет бедлам и гроссмейстер ассасин колдун мы будем доджить своим стрелком потому что мы будем поцеливать пешки и они нам ничего сделать не смогут нажму возможно вы поторопился но все же буду надеяться что нет так спасаем от огнеры к это тоже надо спасти ну да монахов категорически мало в этой игре падает пока что только 45 штучек коля нас догоняет видимо ему дропают лучше два вируса у меня гуляют на поле то есть когда я полечусь возможно от первого до меня дойдет сразу второй хз как это работает так стоять спасаем монах вот сейчас по идее должен вирус дойти да если я не ошибаюсь все продумано все просчитано трибунал нас ни в коем случае не ударит если смысл ждать следующий монап наверное нет поэтому я делаю вот так опять же смотрите мой монах спит в контрзаке это база так и должно быть так и было запланировано так ну пока я стрелком даже не пользуюсь все ничего стрелком делаю я не перемещаю его я не даю монап то есть супер легко вот если я дам монап то макака просто улетит без шанса может монаха какого-нибудь игра пожалуйста пробужденный не нужен это сэйвим хотелось бы сейчас под монап нажать потому что коля уже догоняет по стакам да у меня 45000 маны но тем не менее ведь она потом пригодится мне поэтому я сильно рисковать не хочу вот сюда и стол почти весь нормальный монап ждать не буду ну реально много маны надо тратить и надо чтобы докачались лопче это важно 72 тыквы у нас уже так монахи под монапчик 64 стака и без стрелка просто уволили друзья я запускаю четвертый ежемесячный розыгрыш по коду автора он будет проходить с 21 числа этого месяца по 20 числу следующего месяца абсолютно такой же как раньше для участия нужно совершить абсолютно любую покупку по моему кодовому слову оле на официальном сайте market my games в комментариях указать свой айди и платформу с которой играете чем больше покупок по кодовому слову тем больше шанс выиграть в конце я буду конечно все подбивать в табличку и как обычно на стриме мы будем все это дело разыгрывать и награждать победителей призовой фонд будет 2200 платины будет 10 победителей по 220 платины а на секундочку это 1000 чем-то кристаллов где-то будет 1100 наверное поэтому всем удачи сколько 76 тыков каждая тыква нам должна давать 50 маны то есть это очень дохрена маны . мы поддерживаем на трибунала я сейчас нажму все то что будет так манап где-то сейчас и стрелка в тайминг пойдет так тыква утиль амулет делаем 2 т6 ловчих я уже вижу как и гроссмейстер между собой замержет блин мне кажется что у коли ситуация как-то получше хотя стака больше у меня давайте потихоньку будем мержить не нормально зря волнуюсь дальше бедлам не страшно точку добираем я так понимаю коли просто все ману сливает что-то под манап мержет что-то так раз-два домой манап надо оставлять на самый крайний случай что может оставить так нет братишка подожди монету тебе нельзя терять есть еще один ловчий чё оставим его там пусть может стоит раз-два на волне у нас проблем не будет никогда с таким стрелком ну по макаке макаке больновато да нажимать манап потому что это уже макака 4 минуты так все договорились полечим 74 стак теперь нужно по кд мержет стрелков будет даваться перенаправленный урон будет разрушаться броня давай ну нормально нормально очень странно конечно крит урон проходит по макаке коля спит я не знаю чего от контр-зак или от чего-то так макак его также бьет у нас пока таких проблем не наблюдается сейчас он пару раз переместить стрелка я думаю все будет нормально ну что на волне нереально просесть он слишком большой буст дает так нужно накидать луж да с колдуном вообще проблем нет колдун просто куда-то уволен но опять же макака следующая 5 макака по ней снижен крит урон поэтому возможно будут какие-то проблемы каплю ману просто чтобы что-то кушать что-то отдавать и по кд двигаю вот этого воина что он дает буст сами видите раз-два раз-два дальше град мейстер ребята мой любимый босс который будет мержить я не знаю что он будет мержить пока что мержить нечего но как будто вот сейчас конечное сейчас будет что мержить ну что же поехали пощади бро легенда просто легенда но дальше еще один грас мейстер конечно же если ты переживаешь в этой игре одного грас мейстера игра великодушно отправляет тебе 2 грас мейстера чтобы его уже ты точно никогда не пережил раньше мой рекорд на монахе был 6 минут так раз-два подкачали перенаправили не надо бро что это не все нормально он не может этого сделать я ему запрещаю стоим 640 начинает потихоньку заканчивается мана даем перенаправленного урона срабатывает фортуна а ну кули коли поломала коли все поломала мы выходили с 7 минут очень даже на этом уверен за счет того что у нас были высокие ранги неплохо неплохо то есть раньше с фортуны вот такой вот я стоял там ну 6 10 6 15 это было на соплях если сделать все максимально качественно играли мы чё с куртками получается да играли с куртками шмотки одинаковые копье куртка скорость рост у меня все тоже самое ух ну да жестковато жестковато 7 минут на монахе такого я еще не видел и опять же это не максимум то есть люди которые играют на монахе постоянно они сделают такое количество стаков что они выйдут из 7 минут и приблизиться к восьми поэтому за счет перенаправленного урона я все-таки не ошибся третий левый талант будет смотреться лучше любители монаха эта пешка для вас тоже подходит поэтому при желании можно тоже качать но только с утилем надо с ней играть потому что ну не раскачайте выдряда и тем более да вы может раскачаете и т7 монаха и т7 стрелка но опять же какой шанс на то что вы не застакаетесь вы можете застакаться вас может это пробить и на этом все закончится поэтому наверное с утилем комфортнее всего на этом у меня все ребят всем огромное спасибо за просмотр пишите в комментариях какую пешку следующий потому что я хочу культа может как-то меня переубедите я погнал всем огромное спасибо и пока